Мы пришли показать, что ждет людей, которые творят здесь безобразие, и познакомить с любовью Божией, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Ну а мусульманин-то еще разве не человек? Мусульман. Я сейчас с одним мусульманином разговаривал. Смотри, мусульман, гляди, что написано. Гляди. Только увидел меня и материться, непрерывно материться. Я мусульманин Аллах Акбар, а сам материться и материться. Я говорю, да какой это мусульманин, хуже русской свиньи. Нет, люди же разные. Ладно, ладно, что-то у вас там все мотается туда-сюда, плохо говорить. Мы свидетельствуем о Христе, что Иисус умер и воскрес, чтобы мы жили для праведности, для неба. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Это Евангелие от Марка, 16 глава. Вот у вас здесь в Коране, в этой книге, вот написано, вот этой книге, 5 сура, 66 аят. Мы называемся люди писания. Писание. А это в 7 веке писалось, а там другого писания не было, кроме одного. И там же написано, нам дал Бог и жил. И жил это Евангелие. И по нему мы должны жить. Я это не трогаю, я просто сказал, что так нельзя вести себя. Я понимаю, да. У нас было путешествие длинное, у меня вышло из печати 38 томов книг, я автор. И мы проехали из Барнаула, вот я в Барнауле, до Владивостока и до Лиссабона, в Скандинавию, Прибалтику, и везде в библиотеке дарили книги. На 35 миллионов подарок сделали. И мы много встречались с мусульманами, 6 мусульманских республик прошли, два раза в Чечне были, Турция. И с нами нигде плохо не обращались. Нас встречали как родных. И остались хорошие впечатления. А в Баку мы ночевали в доме у Мулы. Мула это у них как вроде священник. Да, да, я знаю. Он это священник. Мы все заснимали, они очень грамотные люди. У нас такого я даже не находил нигде. Он сам разговаривает на шести языках, а жена на четырех. О какие! По-арабски считают. У них на столе Библия лежит. Мы ходили вместе в мещеть, молились. А потом в фрам сходили. Вот. Богославили. Прославляли. Бог достоин хвалы. За Сына Своего Иисуса Христа, Который умер за нас. И поэтому, веруя в Него, мы получаем Духа Святого и живем в Нем. У нас врагов нету. Если, говорит, ты хочешь... Да. Хочешь, говорит, врага увидеть, самого главного. Подойди к зеркалу, увидишь. А второй, это дьявол, говорит, дьявол, шайтан. А третий враг, это вот этот мир развратный. Он губит души людей. Вот сейчас есть такой ролик в интернете, называется «Интерью с дьяволом». Двенадцать минут. Посмотрите. Очень полезный. «Интерью с дьяволом». В лесу сидят, и журналист ему задает, а он все делает, показывает как. Вот так рукой провел, все загорелось огнем. Вот так кинул руку-то, все деревья пошли вот так. Как он людей обманывает. А чего ты не любишь? Я не люблю, когда Библию считают. Я не люблю, когда люди каются. А что тебе больше нравится? Чтобы меня Богом земли назвали, Богом, его Богом называли. А кто у тебя враг главный? А враг тот, которого я распял, говорит. Вот так вот. Он говорит, скоро придет и меня уничтожит. Это сатана. Прямо не верится, что ты артист играл. Сатана настоящий. Вот у меня большой YouTube есть, у меня канал есть. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. Он говорит, отправьте ссылку. Он ссылку просит отправить ему. Ну а я как? Тут у меня закрыто все. Ну да. Я даже не знаю, как это. У меня клавиатура закрытая. Я не могу никак. Закрыто. У меня тут все установлено так. Ну а вы так. Игнатий, это мое имя. Лапкин фамилия. Огромный, огромный. Это у нас 18 860 роликов. Мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. У нас нет ни одного развода, ни одного аборта. Ну вот если вопросов у вас нету, будем прощаться. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин, зарядите только YouTube канал и сразу на меня выйдете. А если по Skype, по Skype, Skype, вы зайдете, тогда я все ресурсы скину. У меня сайт большой. Mail.ru. Есть везде и Twitter, и Facebook. Но я там не бываю. Там администрация. Так, ну с Богом. Счастливо. Аллилуйя. Да, хорошо. Мы пришли сюда людям возвестить в этом Содоме и Гаморе, рулеткой является тьма, о том, что Иисус Христос умер за грехи людей распятых и воскрес. И верующим в Него дарует жизнь вечную. Не вижу, не веру. Ну ладно, вы вот не курите. Не курите, пока разговариваем-то. Не веру. Мы верим, что Иисус Христос, Иисус Христос умер за нас и воскрес. Чтобы веру в Него мы имели жизнь вечную. После смерти не пошли в огонь вечный, а шли в Царство Небесное. Вот как. Кажется, кажется, вам понятно. Или нет, это что? Вот мы строим православную деревню. Все люди верующие. У нас нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Ну, у нас то же самое, но только если пить, то спрайт. А у нас это пить не положено при людях никакой. И воду даже воздерживаем. Сейчас пост идет в Рождественске. Нет, я спиртную не употребляю. Вот мы показали вам. Вот смотрите. Знакомы? Да. А прочитать можете? Нет. Ну, вы знаете, что там есть суры и аяты. Это слышали? Может быть, нет. Нет. Но это глава из стиха. Вот у нас в Библии глава и стих. Чтобы легко найти. А там называется Сура и аят. И вот Сура 5, 47 и 66 аяты в этой книге говорится о нас. Мы люди Писания. Так называемся. А написана книга в 7 веке. А в 7 веке никакой книги-то и не было. Это, оказывается, люди Библии. И там написано, у вас нам Бог дал и жил Евангелие. Где говорится о смерти Христа, о его любви, о том, как все было. Так что мы проповедуем о Христе распятом и воскресшем. Мы вот этот Новый год никак не справляем. У нас ни ёлка не ставится, ни украшения нет. А тут мусульмане приходят. А вы свинью едите? Я говорю, мы никакого мяса не едим совсем. Не то, что свинью, а вообще никакого. У нас нету абортов, нету разводов. Водку никакой не пьём. У нас ни алкоголь, ни пиво, мы ничего не пьём. У нас этой дури нету. Да, правильно. У нас женщины одеты в два платка, как хиджаб. И тут работают, бывает, с Уркмени, с южных стран. И когда видят, они на дорогах работают. Наши сёстры идут, платья до земли. Это наши сёстры, мусульманки. Мы говорим, это наши христианки. Нет, это наши. То есть так одеты, у них только вот так вот лицо видать. Они красивые такие. Ну да, все женщины красивые. Ну да. А мы любим это дело. Вот мы ездили в миссионерскую поездку. У меня 38 книг вышло из печати. Я автор как. И мы проехали из Барнаула. Я в Барнауле, Алтайский край. До Владивостока или Сабона. До Океана Атлантический. И много встречались с мусульманами. Были в Баку, в доме мулы ночевали. Мула – это как священник у них. Да, я знаю. А это, сейчас, что я хочу сказать. Вы в Туркмении бывали? Как? В Туркмении. В Туркмении нет. Мы этот край не захватили. А так мы проехали всю Европу. Были в Чечне два раза. Там, которые Аллане у них называются. Ну, все, которые тут близлежащие, мусульманские республики. А, здесь запрещено, получается, ну, Туркмению, мусульманам запрещено кушать свинину. И Новый год тоже не празднуется. Но мы праздновали? Нет, мы не празднуем. Это никакой не день так просто, и все. Мы празднуем Рождество Христово будет 7 января, что и Христос родился. Родился. Спаситель мира. От Него идет 2020 год. От Рождества Христова. А вот через два дня будет праздник, это день воскресения. То есть, Иисус воскрес и отмечает. И вы тоже знаете, что воскресение. А кто воскрес? Наполеон не воскрес, Ленин не воскрес, Христос воскрес. Ладно, до свидания, удачи. Спаси Христос. У нас есть большой Ютуб-канал, называется «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Огромный, огромный. Там все, отвечаю. Канал, канал на Ютубе. А, я в Ютубе не сижу. Не знаете, да? Ну, с Богом. Храни тебя Господь. До свидания. Познание истины. Мы проповедуем вас. Слово Божие, что Иисус Христос умер и воскрес. У вас Библия есть? Нет, это ваш Иисус Христос. А это Коран. Вот, это настоящее. Вот. Да. Вот сура пятая. Сура пятая, сорок седьмой и шестьдесят шестой аяты. Вот здесь вот, сура пятая. Там говорится о нас. Называют люди Писания. Писание – это мы, христиане. И нам дан инжил. Инжил – это Евангелие. И мы по нему живем. Мы вот Новый Год не справляем никак. А вы сам откуда? Барнаул. Алтайский край. Не откуда, а где? А откуда это я с кухни пришел сюда? Нет, знаешь... Вот я нахожусь, Алтайский край. Лапкин и Игнатий Тихонович. Мне восемь... Мне восемьдесят первый год. Вот если вы зайдете на наш Ютуб канал, канал называется «Восвете Библии», вы увидите. Мы строим деревню православную. Деревню. И у нас нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Нельзя. У нас женщины... Восвете Библии называется. Игнатий Лапкин. Это огромный-огромный... У нас наших роликов там восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят. Восвете... Восвете Библии Игнатий Лапкин. Зарядите, вы найдете сразу. У нас была поездка... Вопрос один. Нашли, да? У вас можно... У вас почему, говорят, свинину можно кушать? У нас... Мы мяса никакого не едим совсем. Не то, что... Свинину мы даже в дом не запустим. Мы вот так вот не хотим. Мы мяса никакого не едим совсем. Почему? Ну, воздержимся. Мы люди бедные. Для здоровья. Не потому, что нельзя. Нет. Запрета нету. Я... Просто воздерживаемся. И у нас не пьют. У нас нету ни пива, ничего нету. Это наша община. У нас женщина одевается два платка, как хиджаб. И платье до полу. А тут... Хиджаб? А они идут, как старисты какие. Представь, два платка, тут кружева такие, вот так вот одетые. Ну, просто надо увидеть. Вы сейчас зайдете, вы увидите. У меня там просмотров, посещение 44 миллиона. На ютубе, на канале. Подписчиков 44 тысячи восемьсот. Нормально. Да. Притом, мы все говорим божественно. Вот. Сегодня мы делали для ребятишек горку из снега. Нынче снега много. И я ролик поставил, он прямо впереди стоит, как мы делали. Это гора больше двух метров. И ребятишки будут кататься. Сегодня ночью застынет. Нынче снега очень много. А вы, на какую веру? Мы христиане православные. Православные. Ни баптисты, никто. Мы ходим в храм. И вот мы, когда ездили, в миссионерская поездка, мы прошли до Владивостока, а потом до Лиссабона. Скандинавия. И в Баку мы ночевали в доме у Мулы. Мула, это как священник, мусульман. Мула. У нас очень... У меня вопрос есть. Слушай меня. У нас очень... Вот это знак, что означает имени Отца и Синий Святой Дух. Да. Что означает? Ну, это так. Три единый Бог, Троицу мы верим. Вот если которые люди не знают, мы им показываем вот это. Я говорю, это ваша книга. Наша. А он только увидал. Мусульманин, давай меня материть. Я говорю, какой же ты мусульманин? У вас Аксакалов уважают. У меня 81-й год, а он меня матерками. Не за счет так просто. Наверное, перепил. Я говорю, настоящий мусульманин тебе в глаза плюдет за это. Вот здесь есть такая сура 5-я и 47-й аят 66-й. Там говорится про нас. Что нам верена книга. Мы люди Писания, то есть Библия. Ильжил Евангелие. Если у вас есть вопросы духовные о душе, о будущем, как будет, можете задать. Ваш канал как называется в Ютубе? Так, я сейчас подожди, сына позову. Владя, подожди-ка, ребята говорят, я не совсем понимаю. Повторите, пожалуйста. Он говорит, как ваш канал называется на Ютубе? Во свете Библии. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Найдите. Во свете Библии. Вот здесь напишите, я скажу, мне клавиатура закрыта, я не могу сказать. Напишите. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Такого в Ютубе больше нету, как наш, так сказать, канал. Там все духовное, о Боге. Я в прошлые годы насчитал 50 книг аудио и архипелаг ГУЛАГ. И меня посадили. Я пять тюрем отбыл. Я был в Казахстане отбывал, Жамбульская область, город Жанатас. А когда вернулся, подал в суд. Я реабилитирован, политзаключенный. И суд выиграл. 11 лет шел в суд. Они мне дожили 11 миллиардов по тем деньгам. Я создал самую большую в мире фонотеку. Книги насчитывал на пленке и распространял. Всего хорошего. С Богом. До свидания.